Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Арысев. Реальные зарплаты в России упали впервые за пять лет. Как сообщает телеканал Дождь, такие данные приводит Росстат. Последний раз этот показатель снижался в ноябре 2009 года, но тогда виной тому стал мировой финансово-экономический кризис. А вот на что можно свалить сокращение зарплат в этот раз вопрос. Зато у нас Сочи, Крым и еще много каких зато. Все у нас. Инфопресс Бюджет Российской Федерации многострадальный, как многодетная мать-одиночка, посему нуждается в скорейшей помощи. Предлагают таковую авторы доклада «Стратегия России» по защите финансового сектора от западных санкций, подготовленным в Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, сообщают известия. Так, российским властям необходимо ввести, по примеру США, национальный режим налогообложения доходов всех россиян, в том числе живущих за рубежом, считают они. Новые правила налогообложения приведут к значительному усложнению и увеличению расходов на содержание иностранных структур. Таким способом планируется вернуть часть капиталов обратно в Россию, говорится в докладе. С другой стороны, нашим налоговикам и на территории страны собрать для бюджета, что полагается, бывает сложно. Ну а работает с налоговыми администрациями других стран, думает, станет задачей абсолютно невыполнимой, тем более в условиях нынешней политической напряженности. Кадыров человек грубоватый, однако не создает ощущения опасного. Между тем, вряд ли кто-то пропускает замечания от него мимо ушей. Как сообщают РИА Новости, организаторы скакового турнира в Баден-Бадене отказались выплатить вознаграждение за победу лошади по кличке Зазу, из-за того, что глава Чечни владелец животного, включен в черный список Евросоюза. По словам Кадырова, скакун заработал свои призовые честным трудом и быстрыми копытами. А теперь с грустью вынужден смотреть, как резвятся во дворе конюшни-сверстники, то есть жеребцы, и постепенно терять навыки скакуна. Глава Чечни посетовал на то, что лошадь, будучи другом человека, попадает под санкции, предъявляемые хозяину, и оказывается виноватой во всем, что творится в мире. Посему Кадыров уверен, что немцам придется извиниться в итоге перед всеми табунами на свете, а не только перед Зазу. И по сути, конь действительно заложник обстоятельств. Правда, вряд ли уж немцы доведут до того, чтобы он стал еще и жертвой, тем более, когда вопрос об извинениях перед всеми лошадьми мира ставит Рамзан Кадыров. Инфопресс В медучреждении только один канал с мультиками про Бога. Пишет в своем твиттере бывший руководитель кировского филиала «Волготелеком» Марат Долгооршиных, находясь в одной из больниц, и добавляет, видимо, подготавливают к загробной жизни. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова